Салам и ваше благоу, братья. У нас пока никаких боев, как мы знаем, не происходит, поэтому будем просто довольствоваться различными новостями из мира бокса. Ну, например, главный редактор журнала The Ring, Даг Фишер, высказался о потенциальном реванше звездных бойцов легкого веса, американца Теофина Лопеса и украинца Василия Ломаченко. Я бы предпочел, чтобы Лопес снова подрался с Ломой в этом году. Первый бой стал отличным опытом для него, и в реванш он будет выглядеть лучше. К тому же, есть шансы, что и Лома на этот раз будет здоровым. Как по мне, второй поединок удастся, но на него не будет большого спроса. Первая половина их боя получилась подстойной, а неспортивные оправдания Ломы после поражения забрали у него большую часть поддержки, написал Фишер в журнале. Ну, трудно не согласиться, конечно, с Фишером. Я, как любитель бокса, хотел бы, конечно, посмотреть этот реванш, потому что бойцы уже, в общем-то, прочувствовали друг друга, и Лопес и Ломаченко уже знают, как действовать, и второй бой был куда более динамичный. Да, первый он был действительно отстойный, особенно первая половина. Я вот все ожидал, что же, когда же, когда же уже люди эти в ринге начнут боксировать, черт возьми, потому что я ожидал какого-то такого биг-драма-шоу, там, каких-то нокдаунов, нокаутов. Ничего подобного. Но Васин ничего не делал, ничего не делал только Лопес, но его это все устраивало. Он, очевидно, ожидал от Ломаченко более активных каких-то действий и опасался его, но действий никаких активных не было, поэтому Лопес особо тоже, в принципе, не без нарожен. Ничего хорошего мы не видели, только лишь уже где-то, наверное, после седьмого раунда как-то там более-менее события начали развиваться, ну, относительно там интересно уже, что-то там пошел, какие-то обмены ударов там и так далее, если это можно так назвать. Но в другом бою, то есть в их реванше, я думаю, что все было куда более динамично и драматично. Не буду высказывать свое мнение, я знаю, как закончится этот бой, в случае, если он произойдет. Но Даг Фишер все-таки специалист, он все-таки главный редактор журнала, не простого, а самого такого авторитетного в мире бокса. И если он говорит, что не вызовет этот бой большого какого-то спроса, то, очевидно, так и есть, я не буду с ним спорить. Спрос этот бой может вызвать разве что на постсоветском пространстве, это будет очень интересно. А так, в западном мире просто Ломаченко уже списали. Я говорил еще до боя, так я высказывал предположение, что Ломаченко просто спишут, не буду повторяться. Почему возраст, во-первых, во-вторых, странности вот этого Василия, там не будем, ладно, не будем об этом понимать. Они избрали просто более молодую перспективную звезду и будут на нем кататься, делать денежку. Я так считаю. А как вы считаете, дорогие друзья, нужен ли матч реванша или все-таки нет? И так скажем, как вы думаете, будет этот, пройдет этот бой реванша или все-таки никакого реванша не случится? Ну что ж, ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал. И всего вам, ребята, самого крутежного в этой жизни.